Игры в войну. Первые тренировки военных перед масштабными армейскими играми 2015 прошли сегодня на Акстовском полигоне. В Нижегородской области проходят соревнования инженерных войск. Участвуют команды Египта, Белоруссии, Китая и России. Но прежде чем соревноваться, военные решили устроить масштабную тренировку. Все участники задействуют нашу технику, за исключением сборной команды Китая. Они с собой привезли свою технику полностью, все свое обмундирование, экипировку и выступают с ней. И вот мы видим, прозвучала команда старт. Колонны техники выдвинулись к первому этапу. Все участники стартанули. С небольшим преимуществом у нас впереди сборная команда Китая. Сейчас каждый номер расчета выполняет свою задачу. Будет протягивать электрозыновую сеть. После этого будет происходить подрыв мин. Сборная команды Российской Федерации уничтожила 4 противотанковые мины в броде. Теперь они обозначают брод вешками. После этого колонна продолжит свое движение. Сборная команды Египта в данный момент тоже преодолевает брод. Сорвали растяжку сборной Российской Федерации. Китайцы ищут свои 4 противопехотные, которые также установлены в грунт. Сейчас сборная команда Российской Федерации обнаружила все 4 мины. Командир отделения раздает личному составу зажигательные трубки с тративными шашками. И по его команде будет происходить уничтожение обнаруженных противопехотных мин. Сейчас две машины мостов-плачки в ТММ будут устанавливать пролеты моста. Для того, чтобы колонна могла преодолеть противотанковый ров и прийти к финишу. Сборная команды России пока что с небольшим преимуществом ведет. Вот произошло возгорание. И мэр преодолевает горячий лесной завал, уходит в сторону и освобождает движение остальной колонны. Теперь вся колонна во главе с БТР, вот мы видим, преодолевает ров, преодолевает горячий завал и выдвигается к финишу. Россия строит такую сложную полосу препятствий, таких даже на войне не бывает. Но наша техника их все успешно преодолела. Российская техника очень серьезная и мощная. Но так же она сложна в освоении. Мы работаем очень много и уже освоены. Впервые наши инженерные войска участвуют в таких соревнованиях. По правилам прохождения и по, в принципе, финишировали Российской Федерации и Китайская Народная Республика. Остальные Белоруссия, получается, они немножко, получается, на третьем этапе. То есть это наведение моста, как мы видели, у них не получилось. То есть и Египет, третье место, здание, или немножко, они отстали на пять минут от, соответственно, первого, второго места.